Первоначально была святая Четыридесятница. Это был пост самый первый, который предполагал из благоговения к той жертве, которую совершил Христос, к крестной жертве, совершать эти хотя бы 40 дней, провести в особой молитве и воздержании, чтобы этим самым выразить свою благодарность Христу и своё благоговение перед его жертвой. Но постепенно в монастырях особенно, где действительно люди отрекались от всего и становились на путь особой подвижнической жизни, они стали вводить и кое-какие другие посты. Так появились и другие посты, которые мы сейчас имеем. Так вот, они разной степени строгости, как вы знаете. Одно делал Великий пост, другое даже Рождественский, или тем более пост Петровский. Так что вот так они вводились. И постепенно они вошли из монастырей, вошли и в практику церковной, общецерковной жизни, и таковыми они вот сейчас являются. Вот так. Такова их, так сказать, история. Но отношение к ним какое? К этим постам. Очень хорошо, кстати, что они есть. Если бы не было их, люди бы, наверное, и вообще бы перестали. И забыли бы, наверное, о воздержании как таковом. А тут хоть волей-неволей, а немножечко человек начинает, так сказать, бороться с своим хоть чревом. И вы помните, что писал Иоанн Лествичник? У него есть 14-е слово в Лествице, 14-я ступень, который он назвал изумительно. Я вам сейчас процитирую его. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Верно, владыка! Верно, лукавый! Вот поэтому и церковью установлены. Святые отцы пишут, что без поста очень труднее гораздо молиться. Христос ответил ученикам, которые не могли исцелить бесноватого. Те спросили, почему мы не могли? А Он ответил им, этот род изгоняется только молитвою и постом, то есть воздержанием, понуждением себя, борьбой с самим собой, молитвою и постом. Кстати, всё святотеческое наследие говорит о необходимости этого. Напротив, западное христианство, слышите? Вот, кстати, вам пример хороший. Протестанты, как только возникли, тут же отвергли все посты! Все! Католики постепенно. И сейчас католики пришли к очень хорошему такому результату. Тут надо подумать, может, не переходить ли туда. Всего два часа или один час перед причастием пост. Ух, как здорово! Правда? Сидим за столом, едим, пьём! Толкает меня одна. Да. Профессор, вы вот сейчас пойдёте, мы же все идём вот сейчас в костёл, вы пойдёте, нам мы делегации, я говорю, что, причащаться будете? Да, папа разрешил! Я говорю, сжечь вас надо! А на это она отвечает. А пока мы дойдём до костёла, вот здесь это 15-20 минут, потом, пока продлится месса, это вечером, вечером, да, как раз час пройдёт, и уже можно причащаться. Папа разрешил! Слышите? Что вам Христос какой-то там? Папа разрешил! И всё в порядке! Так что, хорошая вещь, но во всём нужно рассуждение и разум. Я говорю о постах!